Здравствуйте! Сегодня мне хотелось бы по вашей просьбе рассказать о технологии создания на ногтях дизайна с эффектом натуральных камней. Я уже подготовила ногти. Я нанесла на ногти базовое покрытие цветное камуфлирующее и сверху перекрыла все топом гель-лака и сняла липкость верхнего покрытия. Далее для того чтобы у меня не растекались краски по поверхности я пройдусь слегка шлифовщиком. Уберу блеск, протру ноготочек дезинфектором для ногтей. Простым карандашиком нарисую эскиз. У вас это могут быть различные узоры. Я нарисую сегодня сердечки. Такое у меня романтичное настроение. Буквально вот для себя, чтобы видеть в дальнейшем куда наносить клей для фольги. Затем я буду использовать специальный клей для переводной фольги. Поставлю маленькую капельку на палитру. Я использую в качестве палитры кусочков фольги обычной, алюминиевой. И использовать в работе буду тоненькую кисть, например, от Рунейл номер два. При помощи кисти наношу клей на рисунок, на его контуры и оставляю в таком виде на 5-6 минут. Теперь возьму небольшой кусочек фольги, прижму к ноготочку, особенно к нашему рисуночку. Тщательно приглажу его и затем убираю. Вот такие сердечки у нас получились. Теперь мне необходимо в центр этих сердечек золотых выложить гель в виде жидких камней. Подберите прозрачный гель. Сегодня я буду использовать гель маркеру Нейл из серии Витраж. Он очень красивого голубого цвета. Называется Мурана. Теперь тоненькой синтетической кистью наберите капельку геля и аккуратно распределите в центре сердечко. Так как камушки у нас все-таки объемные по природе, поэтому постарайтесь и каплю геля также сделать более объемную. Я полимеризую каждое сердечко по отдельности для того, чтобы гель не расплывался. После полимеризации снимите липкость при помощи дезинфектора и перекройте верхним покрытием. Можно использовать как гель лаковая, так и обычная лаковая. Всем большое спасибо за внимание и до новых встреч!